всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вам предложить рецепт для праздничного стола запеченная свинина на косточках готовится очень просто и быстро трудозатрат никаких останется целая куча времени для того чтобы настрогать тазик оливье на праздничный стол для сегодняшнего рецепта подойдет вот такой косман мяса взял его вчера в магазине эта часть прилегающая непосредственно к свиной корейки для красоты удобства еще конечно можно и зачистить слегка если бы здесь вот ребра были то есть если я взял вот с этой стороны кусман но у меня здесь ребрышек уже нет эта часть как я сказал поясничная вот это ребра выше немножко из идут поэтому зачищать нечего а так вообще вот эту часть тут удаляется верхняя чтобы косточки ребер открылись за которые потом можно эту котлетку держать получается очень эффектная подача все обрезки которые у вас останутся можно пустить на фарш или в свиную обжарку придумайте короче духовку уже надо включать 200 градусов верхний и нижний нагрев понадобится еще куча лука его надо нарубить помельче это будет такая луковая подушка для запекания она соберет весь жир который будет вытапливаться из куска свинины соберет весь мясной сок сама даст сок и станет а просто отличной заправкой для чеченичного гарнира на дно формы совсем немного оливкового масла и теперь сюда лук а мясо надо приправить перцем и солью со всех сторон так и на луковую подушку кусман еще потребуется лавровый лист и розмарин розмарин лучше конечно свежий и опустое запекание удалить можно очень легко как он свой аромат уже отдаст но если нет свежего использую конечно сухой и в таком вот виде отправляю в духовку для начала примерно на час периодически нужно будет переворачивать его на другой бок и плевать выделяющийся соком и и и и Музыка Сейчас прошел, пора яблоки добавить. Музыка Ждем еще примерно 20 минут, пока можно чечевицу поставить вариться. Она у меня быстрая, готовится всего 15, максимум 20 минут. Ну, бывает такая, которая и 40-60 минут требуется. Так что начало время варки для своей чечевицы вы выбираете самостоятельно. Подобрать его нужно так, чтобы к моменту окончания запекания куска мяса чечевица была готова. Кстати, общее время запекания куска, в зависимости от его размера и реальных размеров в духовке, полтора-два часа. Прошло 20 минут, надо проделать последнюю процедуру с мясом. Разрежу, не до конца, конечно, на куски. Это будет будущая такая порционная котлета, частично на косточке. И вот сюда нужно заложить варенок-копченую грудинку. Вот так. Для яркости, вкуса и аромата. Ну и чтобы не разваливалось, все обвяжу. Вот так. Отлично. Опять в духовку еще минут на 15-20. Если у вас духовка не очень хорошо румянит, то можно на последнем этапе конвекцию включить. А если как раз-таки все уже румяное, то можно фольгой мясо прикрыть, чтобы оно не подгорало. И все-таки выдержать 15-20 минут. Каждая духовка печет по-своему, поэтому приноравливайтесь к своей духовке самостоятельно. Чечевица пока ждет своей участи. Все почти готово. Мясо запеклось, надо довести дома гарнир. Вот эту луковую подушку хочу смешать с чечевицей. Только розмарин и лавровый лист, понятно, надо удалить. Сок с мяса стекал, а мясо было приправлено солью и перцем. Но этой соли недостаточно для чечевицы. Поэтому пробуйте и управляйте на свой вкус. И вот это прокипятить еще минут 4-5 и потом блендировать. Вот так, до однородности. Это будет чечевичное пюре. Отлично. Так, обвязку уже тоже надо удалять. На стол более эффектно, конечно, подать все это дело целиком. И потом уже каждому в тарелку отдельный кусочек класть. Но чтобы за столом не корячиться, сначала разрезаете. Опять собираете в кучу все это дело для подачи. И вот в таком виде выносите на стол для эффектности. Мы же говорим о праздничном блюде, правильно? Вот так это выглядит в целом. И так вот это выглядит на тарелке. Ну, видите, нарядно, красиво и просто. Так. И начну я, понятно, с мяска. Ой, аромат такой. Смешивается одновременно и запах такой пожаренной свининки классный. И яблоко. Верхний кусочек был с небольшим слоем жирка. Этот жирок вытопался. А само сало превратилось в шкварку такую классную. Вы же любите шкварки. Я знаю, вот и я тоже. Аромат яблочко кисло-сладкого. Аромат розмарина. Вот, конечно, свежий розмарин хорош тем, что он в момент, когда вы его только помещаете в духовку, он от нагрела сразу начинает дико пахнуть, потому что тут еще много влаги содержится. И вот этим облаком окутывает и духовку, и мясо тоже. Сухой позже начинает работать. Он тоже даст свой аромат, но будет слабее. Поэтому, если есть возможность для праздничного блюда использовать свежий розмарин, не пожалейте денег, купите веточку. Ну, или выращивайте. На подоконнике, говорят, он тоже растет. Ну, и да, бекончик-то. Бекончик тоже дал свой классный аромат. Слушайте, ну, кто не любит бекон? Тем более жареный. Ну, бекон грудинка. Так, ну и теперь по яблочку. И по чечевичному пюре. Можно было бы, конечно, чечевицу в пюре не превращать, но... Вы же видели, достаточно большое количество лука. Лук пропитался вот этим... С кисло-сладким вкусом яблока. Пропитался мясным соком, он очень классный. Но если его не перемешать хорошенько с чечевицей, то многие могут начать там кривить, ну, строй, это лук, что-то безобразие. Он очень вкусный. Поэтому если блендировать, так сказать, превратить в более удобоваримый вид, в более внешний, это съесть любой. Чечевица сытная, насыщенная. Она классно сочетается с такими блюдами. Она пропитана этими вкусными ароматами. Просто класс. Просто класс. Слушайте, вот такое блюдо на праздничный стол. Новый год на носу. И вы будете королем праздника. Ну, как повар, я имею в виду. Или как повариха. Или как хозяйка. Или как хозяин дома. Просто класс. Просто класс. Печеное яблоко. Чудо. Чудо. На этом, подвольте с вами попрощаться. Готовьте такую штуку. Готовьте дома. Это несложно. Подходить там раз в 20 минут, один раз помазать или полить соком, выделяющимся. Если бы перернуть на другой бочок, что тут говорить. Вообще, внимания практически не требует. Будет классно. Если у вас ваша свининка чересчур сухая, то можно снаружи, не просто солью и перцем. Можно смешать горчицу с растительным маслом и горчицы натереть. Она, во-первых, придаст классного еще вкуса и аромата. И она не даст вашей свинине сокнуть излишне. Но, если есть возможность найти на рынке свининку для праздника, с тоненьким слоем жирка, это будет классно. Это будет сказка. Вот такую штуку выбирайте и готовьте. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok